Сатурн По освоению околоземного космического пространства в научных и народно-хозяйственных целях. Вслед за полетами с участием исследователей Чехословакии, Польши и Германской Демократической Республики в космический рейс ушел советско-болгарский экипаж. При вручении высоких наград участникам этого международного рейса, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев подчеркнул, что полет этот совершен на крыльях советско-болгарской дружбы и что он займет особое место в хрестоматии освоения космоса, поскольку экипажу корабля пришлось действовать в необычно трудных условиях. Гражданин Народной Республики Болгарии, космонавт Георгий Иванов, был удостоен звания Героя Советского Союза. Орден Ленина вручен дважды Герою Советского Союза космонавту Николаю Рукавишникову. 14 мая 1979 года космонавты ступили на болгарскую землю. Первый секретарь Болгарской коммунистической партии, председатель Государственного Совета Народной Республики Болгарии Тодор Живков, сердечно приветствовал участников героического полета. Он также тепло поблагодарил руководителя полета, дважды Героя Советского Союза, космонавта Алексея Елисеева. В тот же день на торжественной церемонии были вручены награды новым Героям Народной Республики Болгарии. Гражданину СССР Николаю Рукавишникову. И первому в истории Болгарии космонавту Георгию Иванову. Социалистическая Болгария внесла свое имя в список немногих стран мира, сумевших выйти в космическое пространство. Для восьми миллионов ее жителей полет Болгарина в космос был настоящим национальным триумфом. Болгарина! 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 КОНЕЦ Космос заговорил по-болгарски. На языке матери Георгия Анастасии и его отца Ивана, бывшего рабочего, передавших сыну любовь к дружественной России. Кто-то из его школьных товарищей уже успел изобразить звездных братьев, русского и болгарина. Для всех соседей это казалось просто чудом. Кому могло прийти в голову, что Гошо сможет пронестись по звездной дороге Юрия Гагарина? Что он вернется живой и веселый из невообразимой дали, где нет, говорят, ни дня, ни ночи, ни верха, ни низа. И откуда можно увидеть разом не только родную Болгарию, но дом всего человечества. КОНЕЦ На митингах в честь космонавтов говорили о том, что за годы строительства социализма наука и техника в народной Болгарии достигли такого уровня, что страна эта, вот уже несколько лет, как равный партнер участвует в небывалой по масштабам космической программе Интеркосмос. Ведущие специалисты этой программы дали высокую оценку болгарским приборам, работавшим в космосе. Сейчас уже несколько болгарских институтов и заводов связаны с исследованием околоземного пространства. Новыми достижениями в этой области болгары встретят 13-ти вековой юбилей существования своего государства. На многих вехах истории проверен братский союз двух наших славянских народов. В годы минувшей войны советская армия избавила народ Болгарии от фашистского рабства. Над прекрасной древней землей высятся памятники славы боевому союзу русских солдат и болгарских ополченцев. Вечным огнем горит в народной памяти картина жестокого боя, когда столетия назад, сражаясь плечом к плечу, сыны России и Болгарии разбили на голову многотысячное войско турецкого завоевателя Осман Паши. Дружба русского и болгарина проверена на земле. Она с честью выдержала испытания и в космосе. Необычно трудное испытание в космосе. Вот как это случилось. В программу исследовательской работы советско-болгарского экипажа входило посещение орбитальной станции «Салют». Оставалось пройти до нее всего три километра, как вдруг командир корабля рукавишников заметил, что в ходе сближения произошло отклонение от предусмотренного режима. В тот момент ни Земля, ни космонавты еще не догадывались, насколько серьезна причина задержки в их работе. Однако тщательный анализ телеметрических данных заставил руководителя полета и его группу собрать воедино весь свой опыт и самообладание. Чтобы не вызвать преждевременно тревоги космонавтов, Земля пока не сообщала им ничего о своем предположении. Не сомневаясь в том, что после прояснения обстановки последует команда на повторное сближение со станцией «Салют», космонавты мысленно уже были там. Никогда в Центр управления полетом не работал так напряженно. В создавшейся нештатной ситуации было принято решение отменить режим стыковки. Сатурн, Сатурн, я Заря на связь. Сатурн, выдать выключение программ. Работу на этом витке прекращаем. Они почувствовали волнение Земли и старались, подобно Юрию Гагарину, успокоить тех, кто нес ответственность за их дело. Выдержка советско-болгарского экипажа вселяла уверенность в работу Центра. Он продолжал консультироваться с космонавтами Ляховым и Рюмином. Протоны! Протоны! Вопрос. Какой факел у двигателя Сатурна? Вы видели его? Ответ. Какой-то не такой, как обычно, сдвинут в сторону. Вы это четко наблюдали? Да. Из этого разговора Земли и протонов инженер Рукавишников понял, что в условиях космической стихии какая-то невероятная случайность вывела из строя основной двигатель корабля, с помощью которого производится не только стыковка, но и возвращение на Землю. Зная мужество Георгия и веря в него, как в самого себя, Николай ничего не скрыл от болгарского друга. Но Георгий сам уже понял все и сохранял железное спокойствие. Продолжая работу по наблюдению земной поверхности, он искал огни Болгарии в разрывах ночных облаков и показал их Николаю внизу справа. Они следили за странной игрой космической зари и продолжали откровенно, как это бывает у настоящих друзей, оговаривать каждый возможный вариант возвращения на Землю, вплоть до случайного отказа резервного двигателя, что означало бы... Впрочем, они обязаны были вернуться во что бы то ни стало. И этим было сказано все. Позже они признаются, что были бесконечно благодарны друг другу за эту взаимную моральную поддержку. Их мужская дружба возникла и окрепла в нелегкой подготовке к этому полету. КОНЕЦ До мельчайших подробностей каждый из них перебрал в уме все операции спуска. Если удастся осуществить штатный управляемый спуск, все пройдет нормально. Но есть вероятность того, что корабль может перейти на баллистический спуск, то есть устремиться к Земле по законам свободно падающего тела. Тогда его с особой силой атакует облако раскаленной плазмы, а перегрузки увеличатся до 8, а то и до 10 единиц. Антенны станции «Салют» уловили сообщение из Южной Атлантики. Космический аппарат вошел в атмосферу земного шара. Сатурн. Сатурн, я Заря. Сатурн, я Заря. Слышим вас. Заря, вы слышали наши доклады? Да, нам их передали. Идем на баллистический спуск. Принято. Разделение будет в ближайшую минуту, секунду. Работы пола работают почти непрерывно. Есть разделение? Принято. Есть обдув суток. Принято, принято. Принято. Прошло разделение. С корабля светит плазма, ярко как солнце. Поняли правильно. Иллюминатор начинает покрываться темным... Сатурн, 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 я Заря. На связь. Сатурн, я Заря. На связь. Не могу, перегрузка. Принято. Порядка, возьмете. Поняли вас. Где-то в толще облачного покрова планеты Должен раскрыться парашют Сатурна. Вот он. Сатурны вернулись на Землю. Они были самыми желанными гостями Для каждой болгарской семьи. Иллюминатор исчезниная Turkey На связь. Знаетеoths. Иллюминатор... Иллюминатор... А вероятно. А вероят Bizот !!! Георгия Иванова и его советских друзей приглашали на торжественные акты наречения именем детей, родившихся в этот знаменательный международный год ребенка. Этот маленький гражданин Болгарии будет носить имя первого болгарского космонавта Георгия. И пусть он знает и помнит, что счастье людей в настоящей дружбе, которой не страшно ничто на белом свете. Георгия Иванова Георгия Иванова Георгия Иванова Георгия Иванова Субтитры создавал DimaTorzok